всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы развиваем инвесторское мышление и говорим о долгосрочном приросте капитала сегодня хотелось бы поговорить о том от чего стоит воздержаться при инвестированиях крайней мере на первых порах чем обусловлено данное видео тем что сейчас все больше и больше людей интересуются фондовым рынком возможности которые предоставляют рынок ценных бумаг много хайпа вокруг этой темы причины тому различные но я хотел бы непосредственно поговорить о том что стоит или поставить на холд или вообще полностью воздержаться от инвестиций инвесторам начиная от того что где-то есть риски связанные с тем что человек не совсем понимает что это за инструменты заканчивая тем что есть продукты которые очень выгодны финансовой индустрии и невыгодные инвестору первым злом о котором можно заявить однозначно что это является злой является покупка различного рода нот как только прозвучала фраза нота то вы должны воздержаться от того чтобы инвестировать мы вот в этом видео говорили на чем зарабатывать брокер а я там уже рассказывал сколько комиссии составляет брокера за продажу нот это не значит что вас там каким-либо образом обманывают просто природа структурной ноты заключается в том что во первых ее достаточно легко продать не совсем сведущему инвестору дальше то что будет нами написано мелким шрифтом инвестор не поймет то есть все риски будут изложены они обязательно будут написаны поспросят поставить подпись под этими декларациями рисков и если произойдет что-то непредвиденное то в этом случае произойдет потери денежных средств то вы ничего не сделаете ничего не докажете потому что скажут ребята вот написано вот объяснено почему я про этого говорю что буквально потом полтора-два месяца назад я встречался с близкими человеком он является крестным отцом моего сына человек которому два с половиной или три года назад в одном известной финансовой компании была продана структурная нота на нефтегазовые компании соединенных штатов америки это был автокол и суть заключалась в том что человек вкладывал в ногу на четыре года это был автокол что значит автокол что если все четыре компании растут по итогам квартала то человек получает купон из расчета 18 процентов годовых валюте и нота закрывается если хотя бы одна бумага не вырастает а остальные растут то выплачивается купон 18 процентов годовых и переходим на следующий квартал если хотя бы одна бумага падает в портфеле более чем на 50 процентов то в этом случае человек получает расчет по самой низкой стоимости да то есть по самый плохой бумаги и в итоге то что мы обсуждали проблема возникла с тем что компания которая была включена в инвестиционный портфель она просто обанкротилась и делись и надавалась бирже то есть компании в принципе на бирже нет при этом нота еще работает полгода то есть фактически человек находится в ситуации что у него потерянные 700 тысяч долларов ему говорят ну как бы еще полгода есть может быть там что-нибудь получится но по факту нужно понимать вот вам конкретный пример с автоколом до человек вроде бы понимал что он делает что 18 процентов годовых купонов в долларах достаточно хорошая история но реализовался негативный сценарий и вот это вот бомбы они как бы заложены всегда мы не знаем что произойдет непосредственно с компанией и поэтому получается что когда мы говорим про структурных нотах чем она не нравится тем что в большинстве своем в большинстве своем прибыль по нотам как правило ограничены убыток в принципе не ограничен второе если рынок чувствовать себя хорошо и растет и приносит инвестору доход то вы или получаете меньше но это как бы разумно потому что у вас есть защита капитала или вы получили получаете небольшой рост и вам перепродают новую ноту да то есть и снова берут с вас комиссии поэтому сложные структурные продукты если вы чего-то не понимаете воздержитесь от этого на первых парах очень многие брокеры сейчас переориентируются потому что это очень удобный инструмент опять-таки для продажи клиент сидит долго в моменте приносит хорошую маржинальность для финансовой индустрии и если все хорошо вы небольшую долю прибыли отдаете и переупаковывать это по новой пока это непосредственно не взорвется поэтому это первая история которая хочется сказать никаких нот как бы они не назывались защита капитала онная нота нота с барьером нота с участием в росте активов ни в коем случае потому что помимо того что там доходность непривлекательная для клиентов по сравнению с прямым владением акциями или облигациями заканчивать тем что есть еще и риск эмитента но то то есть кто эту ноту создает кто ее имитирует за счет чего если нота защиты капитала обеспечивается защита риск эмитента тоже никто не отменял мало людей кто понимает что это значит а это значит что тот кто создал эту ноту то есть вы можете купить даже ноту не брокера который вам ее предлагают да это нужно но то может быть какого-то европейского эмитента коммерс банка там не знаем barclays bnp париба еще какой-то да поэтому получается что воздерживайтесь от этого почему воздерживаться высокие издержки ограниченная прибыль при потенциально неограниченном риске до вплоть до полной потери всего инвестированного капитала второе это поевые инвестиционные фонды старой школы открытые интервальные поевые инвестиционные фонды которые покупаются ли в управляющих компаниях или через агентов почему здесь это является негативом потому что внутренняя норма комиссии данных продуктов она очень высокая опять же в видео предыдущем я говорил что комиссия может составлять от 3 до 6 с половиной процентов вы должны понимать что если вы покупаете поевые инвестиционные фонды то в этом случае управляющая компания от 3 до 6 процентов гарантированно заберет ваших денег на падающем рынке то есть даже принося убыток а если нет дай бог рынок будет растущие и акции в структуре активов будут расти то размер капитала который будет забран от ваших денег от вашей инвестированной суммы он будет еще более высокий то есть до 10 12 процентов может доходить комиссии поэтому получается что именно боевые фонды старой школы с которой существует достаточно давно они очень дороги с позиции транзакционных издержек для инвестора и поэтому лучше воздерживаться третья история от чего строит воздерживаться от так называемых тарифов личный финансовый советник личный брокер но не то что воздерживаться то есть это уже наверное меньшее зло чем покупка ноты или покупка боевых инвестиционных фондов но вы должны понимать что у личного брокера у него выставляются определенные планы по обороту то есть он должен обернуть ваш капитал и здесь в чем преимущество вы можете оперативно получать информацию вы можете индивидуально выставлять приказы вы можете пообщаться с человеком который разбирается в рынке решение в конечном счете остается на вашей стороне но просто не подвергайтесь вот этого алчность да потому что в любом случае брокеры будут рассчитывать на то чтобы вы торговали там же будет предложено использовать маржинальное кредитование да то есть давайте мы купим с плечом определенным также могут быть предложены производные ценные бумаги тоже идеология будет более высокий доход но там уже кроется более высокие риски потому что это торговля с левериджем и поэтому получается что личный брокер по сравнению предыдущими двумя наверное меньшее зло и здесь просто будьте более критичны старайтесь совершать меньшее количество транзакций используйте преимущество потому что на этих тарифах уже предлагается хорошая качественная аналитика предлагается индивидуальное обслуживание это дороже в любом случае но просто чтобы это стало для не стало для вас чрезмерно дорого и прибыль получена не седалась брокерской оборотной комиссии и комиссии за маржинальные позиции просто старайтесь меньше оборачивать капитал являетесь там долгосрочным инвестированием если оборачиваемость происходит только в рамках ребалансировки доли консервативных и агрессивных инструментов следующее ну не то что зло это производные ценные бумаги это фьючерсы опционы и здесь нужно просто понимать что это инструмента для профессионалов данные инструменты они возникли в профессиональной среде когда производители сырьевых товаров хотели защитить себя от возможных рисков ну то есть в качестве примера можно привести допустим есть производитель сахара и есть производитель сгущенного молока то есть соответственно производителю сахара ему очень важно чтобы у него был покупатель по заранее обусловленной цене он не знает что будет в будущем да может быть я не знаю сахарной свеклы вырастет очень много будет хорошая урожайность и у всех производителей будет хорошая урожайность и поэтому он хочет захеджировать свои риски, то есть какую-то часть своего будущего урожая он хочет захеджировать от возможного падения цены. И он на будущее заключает контракт, который привязан к текущей цене на сахар. Он хочет зафиксировать, что условно, опять-таки, определенный объем будет куплен по определенной цене. И даже если цена на сахар упадет, у него есть контракт, по которому покупатели той же самой сгущенки, купит у него этот объем по заранее обусловленной цене, дороже даже, если вдруг цена упадет. Профессиональные участники, производитель сахара, он хочет захеджировать риск возможного снижения стоимости сахара, если вдруг будет высокое урожай. Производитель сгущенки, который соглашается на этот контракт, который является контрагентом по данному фьючерсному контракту, он наоборот хочет захеджировать себя от того, что наоборот будет неурожайность, соответственно количество произведенного сахара будет малое, и цена на сахар, она вырастет, и поэтому он хочет какой-то объем сахара, который ему нужен для производства сгущенного молока, он хочет захеджировать, и он хочет знать, что, да, пусть он согласится на контракт, по которому он купит через полгода сахар на 10% дороже, но при этом, если сахар вырастет на 50% или вырастет на 100%, на его производственный процесс, удорожание себестоимости производства сгущенного молока не произойдет, да, он за это заплатит, в обоих случаях это контракт, за который происходит расплата, то есть, ну то есть плата за страховку, и получается, что это в профессиональной среде, во фьючерсных контрактах, это называется гарантийное обеспечение, и почему я говорю про то, что от этого стоит воздержаться, с одной стороны, для того, чтобы заключить подобного рода контракт, не нужно иметь все 100% денег, то есть, чтобы заключить сделку, нужно иметь только небольшой размер гарантийного обеспечения, он может составлять в России по фьючерсам от 4 до 12, что значит от 4 до 12, это значит, что если, допустим, вы заключаете контракт на 100 тысяч рублей, чтобы его заключить, если 4 составляет, это значит, что вам нужно внести только 25 тысяч рублей, чтобы купить или продать этот контракт, если мы говорим о 16, ну там или 10, допустим, или 10 плече, то опять-таки при контракте на 100 тысяч, вам достаточно внести гарантийное обеспечение в 10 тысяч рублей, но при этом, если цена начнет двигаться в вашу пользу, 100 тысяч, цена на сахар увеличилась на 5%, да, то есть, соответственно, у вас получается, что положительная вариационная маржа 5 тысяч рублей, вы вложили всего лишь 10 из 100, но 100 тысяч приросли на 5 процентов, да, то есть вы 5 тысяч рублей заработали, вложив всего лишь 10, класс, да, то есть цена товара изменилась там на 5 процентов, а у вас доходность 50, замечательно же, великолепно, но на это многие попадаются, потому что если цена идет против вас и падает на 5 процентов, с вас списывается отрицательная вариационная маржа, да, то есть вы вот 10 внесли, 5 тысяч с вас списалось, у вас осталось своего собственного капитала только 5 тысяч рублей. Многие люди в этом не разбираются, начинают туда приходить с целью получения более высокой прибыли, следуют каким-то стратегиям автоследования, доверяются финансовым советникам или консультантам на индивидуальных тарифах и, соответственно, они непосредственно на этом теряют существенные деньги, поэтому пока вы не поняли, как работают данные контракты, если начинаете работать, работайте одним лотом, одним-двумя контрактами, поймите, как это работает в долгосрочной перспективе и не ранее, чем через два-три года после того, как вы начали инвестировать непосредственно в акции, облигации, да, то есть первичные инструменты, после этого вы можете смотреть на какой-то вторичный рынок производных ценных бумаг, где уже работа идет с плечами. Пятая история, да, чего стоит воздерживаться, это, в принципе, торговля с плечом, использование заемного капитала, потому что практика показывает, лично моя практика показывает клиентской работой, что если человек торгует на свои собственные деньги, не использует леверидж, то в этом случае он, ну, вероятность того, что он потеряет деньги на рынке, она достаточно низкая. Может быть, снизится стоимость какой-то отдельной акции или облигации, да, это может быть. Какая-то акция, облигация вообще может перестать существовать на бирже, делистинговаться, обанкротиться или еще что-то, но если диверсифицированный портфель, страшного ничего не происходит. Как только начинает человек использовать леверидж, заемный капитал, в тройке диалог происходило исследование, это было подразделение интернет-трейдинга, где люди там торговали через интернет-платформу, ну, то есть на бирже, как сейчас абсолютное большинство людей торгуют. Так вот, ребят, жизнь брокерского счета сокращалась в три с половиной раза как-то с момента, когда человек начинал использовать леверидж. То есть как только он начинал использовать маржинальный счет, торговать там не на свои, а использовать заемный капитал, то есть жизнь счета просто сокращалась в три с половиной раза. Задумайтесь об этом, это не просто так. И поэтому, если вы являетесь начинающим инвестором, подпишите соглашение с брокером, в котором дайте запрет брокеру использовать ваши деньги на брокерском счете, одновременно, когда будет подписано подобное дополнительное соглашение и вы сами не сможете взять кредит. А также подпишитесь на наш канал, чтобы понимать механизмы инвестирования в данные инструменты. Итак, если продолжать тему использования левериджа, в чем его заключается минус? Первое, это то, что в случае негативного развития событий, когда человек с плечом находится в позиции, то это значительный риск, связанный с тем, что когда активы начинают падать в цене и падать существенно, то человек продает эти активы себе в убыток. Не потому, что он хочет этого сделать, потому что ему недостаточно размера гарантийного обеспечения для того, чтобы удерживать данную позицию. Второй момент неочевидный, связан с тем, что даже если у человека хватило средств поддерживать какую-то определенную маржинальную позицию, или он продавал на падающем рынке там со скидками 30, 40, 50, 70 процентов своей ценной бумаги, и он находился в плече, то есть сама позиция, размер позиции, количество акций, которые у человека остались, оно уменьшилось. И получается, почему леверидж является таким губительным, потому что на падающем рынке происходит продажа акций, принудительная брокерам по более низкой цене, которая становится вашим реальным убытком. Второй момент, когда происходит восстановление рынка, ну что страшного, да, акция стоила 100 рублей, упала до 50, потом снова восстановилась до 100, вы при своих деньгах остались. Когда же вы покупали эту акцию, допустим, с левериджем, то когда она упала до 50 процентов, вы саму свою позицию в два раза сократили, то есть количество акций, которые у вас было куплено, оно уменьшилось в два раза. И поэтому получается, когда снова восстанавливается цена акции, восстанавливается к 100, вы все равно находитесь в убытке, да, то есть ваш капитал не растет. И поэтому получается, что не нужно никаких маржинальных позиций. Это самое большое зло, которое может быть. Это основная причина, почему люди теряют деньги на фондовом рынке, именно торгуясь, причем с целью получения более высокой доходности. И здесь в продолжении можно сказать, что это следующие инструменты, от чего стоит воздержаться различного рода. Работа на Форексе, потому что опять-таки зазывалки такие, да, ребят, вложите 100 долларов, открывайте позицию на 10 тысяч долларов. Ну, то есть предоставляют плечо 1 к 100, декларируют, что, смотрите, доллар увеличился на 1%, на 70 копеек, вы заработали 100%. Классно? Классно. Но дело в том, что если доллар упал на 1%, на 70 копеек, у вас денег не осталось. На настоящем Форексе, да, международный рынок валюты присутствуют профессиональные игроки, юридические лица, банки, страховые организации, которые покупают непосредственно валюту. То есть это рынок для больших дядей. Эта сумма, минимальный лот составляет 100 тысяч долларов. Все, что лично я наблюдаю, как правило, да, это какие-то кухни, где рисуются графики. И это просто легальная схема перетекания капитала от алчных к еще более алчным мошенникам, да, которые, в принципе, все делают в правовом поле. То есть там особо не докопаться, но, с другой стороны, доказать, что вы правы достаточно сложно. Зачем терять деньги, которые дались и так непростым трудом? Следующий класс активов, от которых стоит воздержаться, это такой широкий, да, то есть я туда собрал, нет смысла рассказывать, зачем и почему туда не нужно инвестировать. Это различные хайпы, очевидные пирамиды, это различные микрофинансовые организации, различные пам-счета, торговля, связанная с тем, что будет некое доверительное управление на рынке Форекс. Ребят, везде, где доходность там выше 15-20 процентов, причем гарантированно, да, это все от лукавого. И здесь должен быть очень простой подход, да. Возьмите там любую сумму, возьмите формулу сложного процента, что у вас активы прирастают, не знаю, на 15 процентов в год. И посмотрите, что произойдет даже на 10, 20, 30-летнем промежутке времени. Вы получите очень хорошую доходность и с высокой вероятностью сохранения самого капитала. Любая алчность, любое стремление заработать какие-то рода иксы, как правило, заканчивается очень плачевно. Потому что это можно сделать или на очень резком дисбалансе спроса и предложения, как мы это сейчас наблюдаем в индустрии криптовалют, или это можно сделать на классических инструментах, это можно сделать и на акциях, и на облигациях, но с использованием плеча, левериджа, заемного капитала. И теоретически это сделать можно. Практически только у единиц это получается, эти единицы, они работают уже в больших крупных хедж-фондах, фэмили-офисах, да. Это математики, которые разработают собственную торговую систему, которая позволяет именно использовать заемный капитал, получать такую доходность. Очень хорошо про это написано в книжке, когда гений терпит поражение, взлет и падение фонда Long Term Capital. Почитайте. То есть даже крупнейший фонд, в котором два трейдера были лауреатами Нобелевской премии, один по экономике, другой по математике, даже они в 98 году могли создать брешь в мировой финансовой системе на 1 триллион долларов, именно потому что они торговали с левериджем, с заемным капиталом. Очень поучительная история, особенно для любителей, кто говорит, что фьючерсы – это наше все, и на этом можно зарабатывать хорошие деньги. В заключение скажу о том, что это не совсем потеря денег, здесь риск потери, он, наверное, не такой высокий в номинальном выражении, но он высок в реальном выражении. То есть есть такие продукты, как накопительное страхование жизни, инвестиционное страхование жизни. Сейчас очень многие банки начинают активно предлагать, и не просто активно предлагать, а там еще и налоговые вычеты предоставляются. И в этом случае я не говорю, что это опасно. Я говорю о том, что комиссии там очень высокие, транзакционные издержки очень высокие. Как правило, вкладывается очень много именно в продавцов данных страховых продуктов, и они получают очень высокую комиссию за продажу данных инвестиционных продуктов. И задачи, которые решает НСЖ, они узкоспециализированы. И поэтому, если вам предлагают накопительную страховку, друзья, отнеситесь к этому очень внимательно, потому что здесь в настоящий момент есть две вещи, которые у меня вызывают беспокойство. Большая часть средств, которые направляются страховыми компаниями, ну то есть они привлекают от вас страховые премии, обеспечивают вам страховку. И средства, которые размещаются, они размещаются в инструменты в облигации, инструменты денежного рынка, в некие такие надежные облигации, чтобы долгосрочно сохранить денежные средства. Вот именно облигации сейчас стоят очень дорого. И получается, если сейчас оформлять страховку, вы приносите премию, эта премия инвестируется в облигации, а все облигации стоят очень дорого. И поэтому вероятность того, что на десятилетнем промежутке времени там будет хоть какая-то реальная доходность с отнесением на инфляцию, она достаточно низкая. Вы не потеряете там деньги, вы их потеряете с учетом инфляции. Это раз. Два. Там очень высокие комиссии у страховых компаний. И третье. Данные инструменты тоже в видео про финансовую безопасность. Я говорил, что полисы должны быть, но они должны быть ограничены суммой ваших текущих трат, потому что эти полисы, они обеспечивают закрытие определенных рисков. И суть в том, что здесь вы не заработаете, в реальном выражении будет исключительно потеря денежных средств, но узкоспециализированные задачи, связанные с защитой капитала от посягодств третьих лиц, от судебных приставов, о скандалах, если вдруг развод происходит и не было брачного контракта. То есть там есть определенные преимущества в этих страховых продуктах, но не более того. Почему я про это говорю? Потому что сейчас такие продукты предлагаются очень активно, как альтернативно банковскому вкладу. Сумма страхового возмещения, то есть насколько страхуется жизнь, они просто зашкаливают. То есть там, как говорят, вот в полисе там уменьшить страховую сумму можно, увеличить как бы нельзя. И поэтому, ну, я знаю этих консультантов, мне самому даже с ними очень непросто общаться, потому что они все аргументированно, логично доказывают. И просто вы инвестируетесь туда чрезмерно много денег с отрицательной реальной доходностью, и нет возможности направить их именно на долгосрочный прирост капитала. Друзья, если вы на каком-то из этих инструментов уже теряли деньги, обязательно напишите комментарий. Было бы интересно узнать ваш собственный опыт, насколько для вас были критичные потери, и как долго потребовалось времени для того, чтобы эти потери компенсировать или прийти в точку, с которой начинали. А также поставьте лайк данному видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей, и мы вместе с вами смогли защитить их от возможных потерь, с которыми они могут столкнуться на рынке инвестиционных услуг. С вами был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего.